1 марта отмечается День спасателя Кубани. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций края за 20 лет работы показали достойный пример добросовестной и самоотверженной службы. На их счету более 32 тысяч проведенных аварийно-спасательных работ и 19 668 спасенных жизней. В честь наступающего праздника – Дня спасателя Краснодарского края, глава Славянского района Роман Синеговский чествовал лучших специалистов аварийно-спасательной службы нашего района. Спасибо вам, что вы стоите на страже безопасности наших жителей Славянского района. Разные ситуации бывают. И рыбаки у нас выплывают, и не дай бог пожары какие-то, и очень-очень разные аварии, и где-то какие-то снежные переметы. И везде вы возглавляете ликвидацию этих чрезвычайных ситуаций. Я хочу сказать вам большое спасибо, потому что мы порой недооцениваем вашу работу, пока не касается никого. Я как никто понимаю ответственность вашу, понимаю, что это все очень серьезно, очень сложно. Но хочу вас поблагодарить за работу, ваш праздник, пожелать всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия. В течение прошлого года спасателями района было совершено 1170 выездов. Спасено 1078 человек. Из них 92 на водных объектах. Старшина водолазной станции Игорь Решетников в службе спасения работает уже 17 лет. Имеет допуск погружения до 45 метров. Лично участвовал в ликвидации глубоководных аварий в Белом и Балтийских морях на реке Нева в Санкт-Петербурге. У меня уже почти 4 тысячи спусков под воду. Это очень много. Хотелось бы, конечно, без спусков, чтобы люди жили. И говорится, ну, безвыходное положение. То есть надо самоработать, водолазы не отказываются. В любое время дня и суток. Они всегда на это самое начеку. Сказали работать, значит мы работаем. В случае чрезвычайной ситуации оперативно-дежурная смена из 4-х человек выйдет на помощь уже через 3 минуты. Полная готовность всего аварийно-спасательного подразделения – 90 минут. Помимо основной специальности спасатель, каждый спасатель владеет двумя-тремя, а то и более спасательными специальностями. Такими как парамедик-поисковик, командиры отделения РХБЗ-разведки, РХБЗ-защиты, матрос-спасатель, рабочие люльки, водители всех категорий. Владение этими специальностями нужно для того, чтобы в комплексе выполнять все мероприятия, которые возложены на аварийно-спасательную службу. К примеру, задачи бывают точечные или общие. Задачи точечные выполняются в пределах и в составе дежурной смены, в составе 4-х человек, а комплексные выполняются специально созданными группами и отрядами или в целом отрядом полностью. В честь профессионального праздника славянские спасатели были награждены грамотами главы района и памятными подарками. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.